То, что касается наших результатов, ну может быть они не столь значимы, вот в нашем университете сделаны за последнее время. Мы работаем над этой проблемой всего, я имею в виду цифровизации сельского хозяйства, в том контексте, как ее сейчас принято понимать, всего около года. И, может быть, те результаты, которые мы сегодня предъявим, они, может быть, не столь значимы, как представляли коллеги из аграрных университетов Мичуринска, Кубани вчера. Но, тем не менее, эти результаты есть, и мы бы хотели их сегодня озвучить. Итак, ровно год назад президентом страны был подписан указ о национальных целях, стратегических задачах развития России на период 2024 года. И там было позиционировано, что переводится на цифровые рельсы, так будем говорить, на цифровую трансформацию, платформенные решения, основные отрасли экономики, включая сельское хозяйство. Несколько позже, как мы знаем, была инициирована и вышла госпрограмма цифровая экономика Российской Федерации, где был ряд положений, которые устанавливал основные приоритеты, задачи, которые необходимо решать в этой области, определял основные сферы ее деятельности. И несколько позже уже в Минсельхозном России был инициирован отраслевой проект под проект этой программы, цифровое сельское хозяйство. К сожалению, он до сих пор у нас не принят, мы ждем его утверждения. Но, тем не менее, положения, которые там записаны, известны они. Мы знаем, что рано или поздно он выйдет в свет, и нам остается только реализовывать те задачи, которые там были прописаны. В пояснительной записке этой подпрограммы особо отмечается, что реализация значительного резервного повышения эффективности сельхозпроизводства, снижения затрат, трудоемкости, повышения качества продукции за счет сферы цифровизации, то есть цифровой трансформации сельского хозяйства мыслится на всех уровнях, не только на макроуровнях, но и на локальных уровнях. То есть это на уровнях и средних, и малых в хозяйстве форм собственности. При этом в числе основных задач цифровой трансформации сельского хозяйства особо обозначены такие приоритеты, как популяризация этой деятельности среди сельхозтоваропроизводителей, транслирование ее для того, чтобы иметь возможность новые результаты внедрять в производство, подготовка, конечно, новых кадров для сельскохозяйственного производства именно в сфере цифровизации. И обозначено такое направление даже как организация опытных цифровых хозяйств, на базе которых, возможно, была бы отработка новых решений, новых технологических решений, и какие-то новые собственные исследования, и трансформация уже дальше в производство. Очевидно, что вот такие задачи, они могут выполняться. То есть встает вопрос, на базе каких организаций это можно было бы сделать. И здесь вот стоит вопрос об аграрных вузах, поскольку, как правило, аграрные вузы, ну, напомню, что 54 вуза аграрных у нас в стране, как правило, они все имеют, ну, безусловно, отраслевую специфику подготовки. Это очень такая многоуровневая система подготовки кадров, которая включает, как правило, ну, кроме основного образования, я имею в виду высшего образования, бакалавриат, магистратура, аспирантура, еще и в некоторых случаях среднее образование, это и послевузовское образование, то есть вот в институте повышения квалификации, дополнительной подготовки, и также мощный научный потенциал. Кроме того, аграрные вузы имеют, как правило, такую достаточно серьезную техническую базу, то есть оснащение, которое позволяет проводить и практику студентов, и разрабатывать новые какие-то научные исследования на базе своих предприятий, то есть вот опытные поля имеют очень многие вузы. Поэтому вот в качестве таких предприятий, где могла бы быть отработана эта технология, эти технологии и, значит, вот транслировать их уже дальше в производство, это могли бы быть именно вот аграрные вузы, вузы аграрного направления. Еще один важный момент, то, что также было отмечено в программе, о том, что вот на базе таких предприятий, где внедряется, где должно внедряться и отрабатываться новые технологии, должны быть опытные хозяйства, которые бы переведены были на эти рельсы цифровой трансформации, и опыт, который, значит, нарабатывался бы на базе этих предприятий, уже потом, значит, был бы использован в производстве. Надо отметить, что наша область, я представляю Орловскую область, значит, наряду вот с такими областями, как Липецкая, Белгородская область, другие регионы России изначально занимала лидирующие позиции в сфере цифровой трансформации сельского хозяйства. Ну вот я даже представил несколько вариантов презентации, которые в свое время были сделаны представителями сельхоза России и Российской академии наук, где действительно вот наша область занимает эти первые позиции. И действительно, в регионе вот в одном из первых, наверное, у нас был создан геоналитический информационный центр, вот вы видите его здесь на заставке, выполнена цифровка практически 100% полей у нас, значит, на апрель 2019 года в области зарегистрировано около 200 хозяйств, в целом, которые используют сельхозтехнику, оснащенную в том числе системами ГЛОНАСС, ГПС, при этом, вот вы видите, что 21,9% всего техники, из имеющейся в среднем по области, у нас оснащено этими системами, вот, но даже вот в пределах, значит, в пределах, значит, административных округов эта цифра может колебаться, там, от 4-5 до 70 и более процентов. То есть это достаточно высокий такой показатель. Я понимаю, что это не, значит, не такой показатель, по которому, не тот критерий, по которому можно судить было бы об уровне оснащенности, вот в уровне цифровизации сельского хозяйства, об этом тоже вчера коллеги говорили, но, тем не менее, это все-таки задел, да, задел, на базе которого можно было бы потом развиваться и, значит, дальше идти по этому направлению. Поэтому неудивительно, что некоторое время спустя возникла идея о том, чтобы в области создать центры компетенций сельского, цифровизации сельского хозяйства, региональный центр, который бы аккумулировал себе вот эти задачи, решал бы, вернее, те задачи, которые были поставлены, сформулированы, значит, в отраслевой программе, и задачей которого, основной целью, вернее, которого являлось бы, значит, формирование условий для внедрения цифровизации в условиях Орловской области. Значит, два года назад буквально у нас состоялась рабочая встреча в университете, где вопросы о создании центра компетенции у нас решались, значит, было решено создание такого центра компетенции, значит, участниками, партнерами центра компетенции явились департамент сельского хозяйства, конечно, Орловский государственный аграрный университет и, значит, резиденты, значит, участники класса Роглонас, который, Глонас К-57, который входит вот в эту систему и которые активно взаимодействовали с нами в вопросах цифровизации. Основной целью создания регионального центра, как я уже сказал, являлось то, чтобы создать в Орловской области условий для цифровой трансформации сельского хозяйства, и основные задачи стояли о том, чтобы, значит, помимо вот развития собственного опытного хозяйства в университете, решать задачи по приоритетам, заявленным в программе, то есть это организация транспорта, новых знаний технологий в сельхозпроизводстве, подготовка кадров высококвалифицированных и так далее. Отработка, да, значит, встал вопрос, на базе какой организации, на базе чего, собственно говоря, этот центр формировать, и здесь, в общем-то, долгого решения не было, поскольку было очевидно, что такой центр можно и нужно организовать именно на базе Орловского аграрного университета. Надо сказать, что наш университет отличается от многих тем, что располагает сильным учебно-производственным хозяйством, научно-образовательный производственный центр интеграции, который является структурным подразделением нашего университета, входит в состав университета, значит, вот структура его здесь показана, достаточно действительно серьезная такая организация, решает очень многие вопросы, ну, помимо привлечения внебюджетных средств, которые необходимы любому университету, это и трансфер новых знаний, взаимодействие с производством, это проведение научных исследований собственных, да, это, значит, конечно, организация практической деятельности, практической подготовки обучающихся и многое другое. Значит, структура этого центра достаточно такая тоже разветвленная, серьезная, это есть и опытное поле у нас насчитывает, оно около 80 гектар, это производственные участки на площади, всего, кстати говоря, площадь, значит, центра, научно-производственного центра, это около 6 тысяч гектар, основную часть занимает это производственные участки, есть, значит, сельскохозяйственная инфраструктура, техника, которая насчитывает около 30 единиц, это штат сотрудников, который в течение всего года производит весь комплекс работ. То есть достаточно такая серьезная организация, на базе которой и было решено проводить и внедрять цифровизацию, отрабатывать элементы цифровизации сельского хозяйства. Одной из основных задач центра компетенции заключалась в обработке цифровой трансформации сельхозпредприятия на собственном опытном хозяйстве. В НОПС-интеграции мы постепенно уже вот в течение года переходим на цифру, переводим на все технологические, хозяйственно-экономические процессы нашего хозяйства. И к настоящему времени, вот у нас, еще раз повторюсь, около года мы работаем уже на 25 единицах техники, у нас установлены системы датчиков, контроллеров, видеокамер, которые позволяют считывать информацию по более чем 20 параметрам различного технологического процесса. После проведения оцифровки полей у нас 57 полей всего, причем такие достаточно пестрые они по площади, по химическому содержанию почв и так далее. Это по площади, если там от двух до двухсот гектар у нас поля. И вот произведена была полная их оцифровка на пяти тысячах гектарах. Проводится тестирование беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, пока своего у нас нет, значит, есть определенные сложности, об этом я позже расскажу. Но, тем не менее, вот с коллегами из фирмы Аграфлай, например, мы работаем уже в течение года и, значит, тестируем их продукцию, в том числе вот на опытных делянках нашего университета по внесению, значит, дифференцированных химической защиты растений, удобрений и так далее. Еще такой важный момент, что буквально вот недавно была закуплена метеорологическая станция, которая, СОКОЛ-М, благодаря которой теперь имеется возможность получения достоверных прогнозов о климатических условиях, ну и, соответственно, более эффективное ведение сельхозпроизводства, технологических операций, управления процессами вегетации растений, в том числе и предсказания заболеваемости растений, чтобы, значит, исключить ее и предпринять необходимые меры. Очень важно здесь то, что, значит, вот все эти лоскутные, так вот, есть сейчас такой термин технологии, да, они, мы понимаем, что они просто так не работают, то есть они должны быть взаимосвязаны между собой, соединены в систему, которая позволила бы накапливать, аккумулировать эти данные, поступающие с различных источников, и вот на базе анализа этих данных уже иметь возможность какого-то, значит, прогноза событий и принятия грамотных управленческих решений. Поэтому основной цифровой средой у нас платформы цифровой, вот в экспериментальном опытном хозяйстве является комплексная система управления, которая разработана была на базе программной оболочки АНТ. Вот здесь представлены, значит, некоторые скриншоты этой программы, значит, разработана она была именно адаптирована под наше хозяйство с помощью наших коллег из кластера ГЛОНАСС К-57, и в базу данных КСУ, то есть вот этой программы, заносятся постоянно параметры земельных участков по результатам почечных и химических обследований, это информация по эрозионоопасным участкам, это информация с датчиков, поступающих сельскохозяйственной техники, отчеты по состоянию процесса развития культуры, данные по, значит, системе мониторинга, значит, сельхозтехники, климатические теперь вот данные, и многое другое. На данном этапе, вот надо сказать, что у нас задокументировано около 40% всего работ, которые проводятся в опытном хозяйстве, и вот имея в виду саму программу, около 70% ее мощности, потенциала, вернее, у нас уже задействовано, но, тем не менее, работа дальше ведется. Безусловно, нами не забыты задачи по подготовке и переподготовке кадров, по, значит, необходимости транслирования новых знаний производства. Ну, надо сказать, что вот только в 2018 году у нас было проведено 6 достаточно таких серьезных массовых мероприятий научных, в том числе 4 круглых стола больших, в которых присутствовали наряду вот с нашими сотрудниками университета и представители департамента сельского хозяйства, и представители, значит, резиденты компании «Кластера ГЛОНАСС-57», и, конечно же, производственники, вот вопросы которых, собственно говоря, обсуждались на этих круглых столах. По трансферту на популяризации новых знаний тоже мы работаем очень активно в рамках дней поля ежегодных. Вот у нас проводится, значит, ежегодно в июне месяц, и, как правило, кстати, вот на следующей неделе уже с 18 по 23 июня у нас в области проводится аграрная неделя Орловской области, куда мы приглашаем, вот я пользуюсь случаем, приглашаю всех участников мероприятия, значит, для того, чтобы иметь возможность ознакомиться с нашими результатами, то есть достаточно обширная программа, это и, значит, собственно, день поля 20 июня у нас будет с выставкой, ярмаркой сортов традиционной, это и большая научно-практическая конференция международного уровня, многое другое. То есть программа интересная, и вот в рамках этой программы также будут позиционироваться результаты достижения с нашими коллегами из, значит, цифровых компаний в области цифровизации сельского хозяйства в том числе. Для обучающихся в университете у нас было проведено несколько факультативов по элементам цифровизации в экономике, бухучете, агрономии, механизации, то есть на соответствующих факультетах. Ну и вот предваряя, может быть, вопрос о том, который прозвучал не раз вчера, о том, что, значит, имеются ли у нас, значит, внедренные дисциплины, связанные с цифровизацией сельского хозяйства, ну, я пока, к сожалению, отрицательно могу ответить, только поскольку, надо сказать, что просто внедрить в учебный процесс дисциплину, это достаточно просто, написать рабочую программу и вставить в учебный план, это дело двух-трех дней. Но те, кто занят в образовательном процессе и работает в УЗИ, прекрасно понимают, что каждая программа, каждая, вернее, дисциплина должна быть подкреплена кучей, значит, соответствующих документов, кучей соответствующего оборудования, оснащения и так далее. То есть даже вот те преподаватели, которые реализуют, собственно говоря, эту дисциплину в учебном процессе, каждый из них должен иметь определенное количество и научных статей, публикаций, и участие в, значит, конференциях, в выставках, в других мероприятиях, которые, значит, посвящены вот именно данному направлению. Я уж не говорю о технической стороне вопроса, поскольку каждая дисциплина, она имеет, как правило, значит, и лабораторную, и практическую часть, и которые должны быть тоже обеспечены в учебном процессе. Это должна быть учебная практика, эта база должна быть практик, подготовленная под данную программу. Поэтому достаточно серьезная подготовка должна предшествовать внедрению таких дисциплин, таких вот новых дисциплин. И это связано с тем, связано, в первую очередь, с контролем, да, вот, значит, контролем со стороны Рособорнадзора. Поскольку мы знаем, что все эти материалы, они всегда выкладываются на сайте, находятся в открытом доступе, и в любой момент, значит, любой представитель Рособорнадзора может проверить, действительно ли эта дисциплина обеспечена всем необходимым или нет. В том случае, если она не, значит, не обеспечена хотя бы одним элементом, все, это выездная проверка, это контроль и, не дай бог, закрытие целого направления. А это, значит, для ВУЗа это трагедия. Поэтому очень большая подготовка должна этому предшествовать, но, тем не менее, мы в этом отношении тоже работаем. Значит, в плане собственных разработок за время деятельности Центра Компетенции у нас были разработаны ряд программных продуктов, адаптированных, кстати, вот к хозяйственно-экономической производственной деятельности нашего опытного хозяйства. Ну, вот некоторые скриншоты этих программ я здесь представил. В первую очередь, это интерфейсы системы экспресс-контроля, оценки знаний, требования охраны труда работников на опасных видах работ, а также программное обеспечение, в котором заложены экономические и математические методы, которые позволяют, значит, обрабатывать, анализировать информацию поступающих в плановый отдел и бухгалтерию университета. Ну, вот насчет первой программы может возникнуть такой вопрос, собственно говоря, соответствует ли она этим задачам. Уверенно говорю, что действительно соответствует, поскольку вопросы охраны труда, безопасности труда, это немножко вот разные вещи, но они всегда на первом плане именно для сельского хозяйства. Почему? Потому что по статистике известно, что, значит, отрасль сельского хозяйства, лесная промышленность, они занимают, ну, третье или четвертое место по уровню травматизма, в том числе и смертельного. Поэтому, значит, вопросы безопасности очень актуальны. И вот такую программу мы разработали и внедрили у себя в опытном хозяйстве. Здесь, значит, смысл в чем, что каждый, значит, работник, прежде чем идти на опасные виды работ, ну, это связано, например, с работой на высоте или работой в колодцах, там, в силостных ямах и так далее, проходит экспресс-контроль в течение буквально двух-трех минут, и есть возможность оценить его знания, и в том случае, если он представляет неправильные какие-то результаты, ну, соответствующее решение принять. В отношении экономической программы, которая тоже была разработана нами, тоже вот вопрос вчера несколько раз возникал относительно экономической целесообразности. Да, я тоже вот хочу сказать, что очень сложно посчитать экономику, экономическую часть, вот насколько она выгодна цифровизация, перевод, значит, хозяйства на цифровые рельсы, тем более, что у нас, вот еще раз я повторю, что в течение всего около года мы работаем, но, тем не менее, первые результаты положительные уже появились. Вот вчера говорили о неком эффекте, да, вот этих вот пустых коробочек, которые устанавливают на сельскохозяйственную технику, и у нас было то же самое. То есть тогда, когда мы установили датчику системы, систему датчику контролев на сельхозтехнику нашу, ну, было отмечено в бухгалтерии, в плановом отделе, значит, резкое, так скажем, снижение затраты ГСМ, и, значит, зерна при приемке, вот, то есть, вот, первые результаты уже появились, и дальше также будем работать в этом направлении. Значит, перспективы. Да, по перспективам деятельности центра компетенции, это адаптация системы АНТ к программе, значит, один из бухгалтерий, использование сельхоздронов, ну, и, значит, некоторые другие вопросы. Ну, вот, на последнем слайде я здесь показал, значит, вопросы, которые, по нашему мнению, требуют решения, они, в принципе, известны все, о них говорят, ну, почему я их сюда вытащил, потому что, вот, в процессе работы нашей удалось нам посчастливилось, я не знаю, там, или не посчастливилось, столкнуться именно с ними. То есть это, в первую очередь, такой банальный вопрос, как финансирование, поскольку механизм поддержки, они сейчас или их нету совсем, или они отработаны, а, тем не менее, значит, стоимость вот тех, как говорится, процессов, которые необходимо оцифровывать, они достаточно высоки. Отсутствие устойчивой связи интернет в удаленных районах тоже большая проблема, поскольку беспроводная связь – это основа вот цифровой деятельности, но не всегда на полях, значит, может присутствовать эта, значит, поддержка. Непонимание основных задач цифровизации со стороны некоторых, значит, представителей производства, их тоже можно понять, поскольку в течение ряда лет, десятками лет, они, значит, занимаются своей деятельностью, сейчас предлагается перевести совершенно кардинально на новые рельсы, и не всегда это, с их стороны, экономически оправдано, но вот с этой целью, собственно говоря, и создаются центры компетенции для того, чтобы доводить эту информацию и популяризовать эту деятельность. Ну и вот последний вопрос, здесь я записал, что сложность эксплуатации беспилотных летательных аппаратов – это вообще отдельная тема, мне кажется, даже отдельные конференции нужно проводить по этому вопросу, поскольку очень много правовых ограничений, мы знаем несколько целых, значит, законов действуют сейчас, вот регламентирующих деятельность, значит, использования этих беспилотников, есть ряд подзаконных актов, и во всех, значит, этих моментах, во всех документах какие-то правовые ограничения. Поэтому достаточно серьезно эти вопросы сейчас стоят, и, значит, люди, которые намереваются закупать даже это оборудование, они уже начинают думать вообще, действительно это возможно или нужно или нет, и с чем им придется столкнуться. Субтитры создавал DimaTorzok